Индия погадает на лотосе Индия погадает на лотосе Правящая партия проходит испытания большими выборами Коммерсант от 11 апреля 2019 года 22.19 В Индии в четверг стартовали всеобщие выборы Победитель которых будет объявлен лишь 23 мая Избирательный марафон призван ответить на главный вопрос Есть ли альтернатива радикальным реформам Инициированным пять лет назад националистической бхарати Джаната Парти и ее лидером Премьер-министром Нарендрой Мади Несмотря на неоднозначные результаты преобразований И растущее недовольство его политикой Сильная рука Индии продолжает делать главную ставку На свою программу МАКИ Между тем в Москве в победе партии Нарендрой Мади Судя по всему, не сомневаются Добивающийся переизбрания индийский премьер Индийский премьер уже приглашен главным гостем на Пятый Восточный экономический форум во Владивостоке В сентябре также пройдет его саммит с президентом РФ Владимиром Путиным Начавшиеся 11 апреля всеобщие выборы в Индии будут разбиты на 7 этапов И пройдут в 29 штатах и 7 союзных территориях Учитывая астрономическое число избирателей 900 миллионов Составляющие 13% населения Земли А также огромную территорию страны Значительная часть которой находится в труднодоступной местности Горы, пустыни, джунгли На проведение выборов потребуется более месяца Последним днем голосования станет 19 мая А результаты будут объявлены 23 мая Предстоящие выборы фактически станут общенациональным референдумом о доверии к действующему премьеру Нарендри Мади И его националистической бхаратии Джаната Парти Избравший своей эмблемой распустившийся лотос Этот цветок, на котором восседает индусский бог творения Брахма Стал символом индуизма Несмотря на то, что Индия парламентская республика В условиях укрепления единоличной власти Нарендри Мади Его правление все чаще сравнивают с президентским Через пять лет после сенсационной победы бхаратия Джаната Парти На предыдущих выборах 2014 года На которых старейшая политическая партия страны Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганги Показала наихудший результат в своей истории Получив всего 44 мандата в 545 местном парламенте Партия власти по-прежнему пользуется широкой поддержкой индусского большинства Тем не менее сегодня ее позиции выглядят не столь прочными Как на предыдущих выборах Напомним, что тогда Индию сенсационно накрыла волна Мади Позволившая вчерашнему новичку в большой политике Бывшему главному министру штата Гуджарад возглавить страну Фото Основным инструментом проводимых Нарендрой Мади Радикальных экономических реформ стала долгосрочная программа Маки Дело в Индии, предусматривающее привлечение триллионных внешних инвестиций И превращение страны в новый глобальный центр экономической мощи Выступая в январе этого года на Международном инвестиционном форуме и энергичном Гуджарад Индийский премьер выразил убежденность в том, что Маки Индия приносит свои плоды Сегодня Индия готова к тому, чтобы делать бизнес, как никогда раньше За последние 4 года мы совершили скачок на 65 пунктов в глобальном рейтинге Всемирного банка Но тем не менее мы не удовлетворены Я призвал свою команду работать еще активнее Чтобы в будущем году Индия вошла в список 50 ведущих государств По своей инвестиционной привлекательности Сообщил Нарендра Мади Между тем последние данные Обнародованные авторитетным центром мониторинга индийской экономики Показывают Ситуация далеко не столь однозначна В стране растет безработица В феврале этого года ее уровень составил 7,2% В феврале 2017 года этот показатель составлял 5% Несмотря на экономический рост Эта проблема становится все более острой Учитывая, что больше половины населения Индии Люди молодого возраста, до 25 лет Ежегодно на индийском рынке труда Появляется дополнительно 12 миллионов рабочих рук Фото Еще одно узкое место Сложная ситуация в сельском хозяйстве В последние годы страну регулярно потрясают протесты крестьян Недовольных низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию И продолжающимся падением своих доходов По мнению опрошенных Твердый знак ведущих индийских экспертов Участников научной конференции Индийско-российские отношения в стратегическом контексте Проведенная в Москве международным дискуссионным клубом Валда и индийским Observe Research Foundation Исход предстоящих выборов во многом будет определять то, за кого проголосует деревня Что на самом деле заботит страну с населением 1,3 миллиарда Индия – аграрная страна, 60-70% населения которой живет в сельской местности Они составляют основу социально-экономической системы страны Однако у этих людей растет ощущение, что они не сильно выиграли от прихода к власти правых из Пхаратия Джаната Партия Пояснил твердый знак эксперт клуба Валдай Научный сотрудник базирующегося в деле Центра политических исследований Зараварда Улетсинг Сейчас главная задача устранить перекосы в экономике И найти стабильный баланс между городами и неурбанизированными районами Между промышленностью и аграрным сектором Считает Зараварда Улетсинг Фото Схожей точки зрения придерживается другой эксперт клуба Валдай Вице-президент Нандан Умникришнан Эти парламентские выборы проходят в непростой ситуации Осложненной внутренними и внешними проблемами Не все экономические обещания, которые Нарин Драмади давал в 2014 году, удалось выполнить У избирателей есть некоторое разочарование Кроме того, проходящий в мире процесс деглобализации Торговые и санкционные войны усложняют ситуацию и для Индии Которой необходимо наращивать эксперт для обеспечения роста экономики Говорит Нандан Умникришнан Впрочем, по мнению эксперта Несмотря на падение популярности Нарин Драмади Перевес остается на стороне правительства и партии Которую возглавляет премьер Рассчитывая снять недовольство той части населения Индии Которая в наименьшей степени ощутила плоды экономических преобразований последних лет Одним из главных пунктов своей предвыборной программы Пхаратия Джаната Парти назвала программы поддержки сельхозпроизводителей Реализация которых должна увеличить их доходы в двое к 2022 году Предлагаемые партией власти меры В частности, предусматривают льготное аккредитование крестьян А также выплату всем сельхозпроизводителям пенсии ежегодного пособия в размере 6000 рупий 86 долларов Фото Несмотря на то, что позиции правящей партии Индии сегодня выглядят не столь прочными, как пять лет назад В Москве в ее победе, судя по всему, не сомневаются Еще только добивающийся переизбрания индийский премьер уже приглашен главным гостем на Пятый Восточный экономический форум во Владивостоке Где 4-6 сентября также должен пройти его ежегодный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Стракань